МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня выбирает качество, особенно если это касается скоропортящихся продуктов – кефира и творога. Производитель обязан писать продукты с или без заменителя молочного жира, и для потребителя эта информация порой решающая. Я всегда смотрю на состав, чтобы не было растительных жиров. По-другому это трансжиры, это более дешевое сырье. При использовании растительных жиров производитель уменьшает затраты на производство. Смотрю, какие регламенты, чему она подлежит. Если там знаки соответствия есть, то есть я обращаю больше на маркировку. Но оказывается, маркировка без заменителя молочного жира не всегда показатель достоверности. Обнаружить, например, фальсификация творога удалось в ходе лабораторных проверок. В июне в двух из 20 образцов выявили несоответствие в жирно-кислотном составе, а в сентябре при исследовании 10 брендов в одном. И в обоих случаях нарушителем оказался краснодарский производитель «Кубань-Рус-Молоко». Об этом должен был знать потребитель. Поэтому в данном случае два нарушения. Как недостоверная информация для потребителей, так и не обозначено, что эта продукция произведена заменителями молочного жира. Хочу отметить, что крупные торговые сети уже отказались от подобных поставок. Но вместе с тем мы эту информацию сейчас направим в уполномоченные органы для принятия мира, а также по месту производства этой продукции. При экспертизе 10 видов кефира выявили два несоответствующих микробиологическим показателям. Еще один оказался фальсификатом. Хотя в магазине товар лежал в отделе без заменителя молочного жира. Исследовали эксперты и куриный фарш. Из 10 образцов микробиологическим показателям не соответствует половина. Это достаточно серьезный показатель. Тут есть над чем работать. Понятно, что необходимо выяснить, использовалось ли это некачественное сырье. То ли не соблюдалась температура хранения, то ли условия, в которых осуществлялась переработка, не соответствовали требованиям законодательства и санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям. Всю информацию по экспертизам качества и безопасности продовольственных и непродовольственных товаров можно найти на сайтах защиты прав потребителей и Департамента потребительского рынка. Юлия Сурикова, Владимир Трофимович, Ростов-на-Дону.